Можно ли с помощью факт-карт менять привычки? Ну, понимаете, в чём дело? Значит, вообще в привычке есть вот ключевая, 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 всегда вот в... Значит, вообще привычка это то, что мы очень... Мы к ней изначально лояльны. Ну, то есть вот у вас есть привычка грыть ногти. Вы можете думать, что это неправильно, и вас за это ругают, и ногти некрасивые там и так далее. Но когда вы грызёте, у вас и чувство доброе он лирой пробуждал. Понимаете, вам счастье. У вас есть лояльность по отношению к вашим привычкам. И самое важное – это разрушить вот эту нашу лояльность по отношению к привычке. И факт-карт, который позволяет создать другую композицию тяжестей, другое абсолютно не мысль о происходящем, а внутреннее понимание ситуации. Она позволяет изменить, если в этом есть необходимость, лояльность к той или иной привычке. И это позволяет существенно проще справляться с привычкой. Просто, чтобы справиться с привычкой, нужно, во-первых, а, святое место пусто не бывает. Когда вы избавляетесь от какой-то привычки, у вас появляется время, в котором вы эту привычку, так сказать, реализовывали. Вы должны будете это время занять. У вас какие-то потребности эта привычка реализовывала, ну, там, условно говоря, вызывала ощущение спокойствия, когда вы грызли ногти, и спортировала справиться с тревогой. Нужно найти другие инструменты. То есть, условно говоря, увод привычки, почему люди, которые бросают курить, часто набирают вес? Потому что они неосознанно заменяют вот эту мелкомоторную оральную функцию, которой является курение. Что вы смеетесь – это приличное слово. А то, что вы подумали, это я не отвечаю. Это к леди Гаги. Значит, да. Вот. И вот заменяют едой. Там они корешки поколоть. Вот это. Три ящика орехов съели. и говорит, что-то меня развезло. Ну, конечно. Вот. Да. Поэтому, чтобы справиться с привычкой, нужно обязательно найти замену всего того, вы же ее вынули, вот какие дырки-то остались, вы должны их продумать заранее, или организм сам их придумает, и это может быть проблемой. И вторая составляющая – это последовательность ваших действий. Потому что, как только вы даете себе слабину, то есть, вы приняли решение, у вас изменилось отношение, а потом в какой-то момент думаете, сегодня был такой день тяжелый, тяжелый, никто меня не любит. А ну-ка, один раз – не страшно. И вот все. Держи семеро. Поэтому здесь привычка – это что? Это вы должны не разрешить активизироваться тому нейронному ансамблю, который эту привычку и реализует. И как только вы его подпитываете, он возобновляет весь набор своих связей. Как только вы не пускаете туда электричество, он постепенно распадается, как шипики втягиваются, нейроны связываются с помощью синапсов, пространство этих синапсов может быть разным, и если привычка, то аж правда становится большое, а если привычка уходит, электричество не пропускается, они так втягиваются, и уже так как бы никакого больше восторга нет.